Я бывший сотрудник открытого акционерного общества жировой комбинат город Екатеринбург, а именно обособленного подразделения, расположенного в городе Саратов по адресу 50 лет октября 112А, Вихрев Владимир Николаевич. Хочу обратиться к генеральному прокурору России Краснову Игорю Викторовичу. По факту, как я считаю, нарушение моих трудовых прав, а также трудовых прав других сотрудников жирового комбината. Ранее я обращался в Государственную инспекцию по труду 3 июля, еще до моего увольнения, но ответа, дающего какой-то результат, так и не было получено. Была получена лишь отписка 16 июля о том, что мое заявление переправлено по месту регистрации в город Екатеринбург. Оттуда ответа я так и не получил до настоящего времени. Обращаюсь к вам, Игорь Викторович, только с тем, что считаю, что это обращение будет наиболее эффективным для того, чтобы были проведены какие-то проверочные мероприятия. И была поставлена точка в том, что действительно нарушены были трудовые права коллектива, или все было сделано согласно закону. В чем проблема? На протяжении июня месяца происходило сокращение, завуалированное, так сказать, сокращение сотрудников предприятия в количестве 100 человек под видом увольнения их по соглашению сторон. Считаю, что такое скрытое сокращение большого количества сотрудников проводилось группой компании РусАгро, а именно жировым комбинатом, с той целью, чтобы скрыть массовое сокращение людей в период пандемии коронавируса и самоизоляции в стране. Так как, если бы производилось официальное увольнение согласно Трудовому кодексу сокращения людей на комбинате, то пришлось бы информировать об этом как руководство области, так и профсоюзы. А это очень невыгодно для группы компаний. В связи с тем, что у них заключено соглашение с правительством Саратской области о инвестировании, так сказать, денег сюда на создание новых рабочих мест и нового предприятия в городе Аткарск. Фактически получается, что в одном месте они убирают количество людей, а в другом месте это количество людей якобы создаются рабочие места. Ну, то есть, я считаю, что это обман. Сокращение коснулось также и моего подразделения. Об этом я узнал буквально в день увольнения сотрудника, именно моего руководителя, с которым мы делили, так сказать, свои обязанности поровну. Кроме того, на нем еще лежала организация всей работы нашего подразделения в целом по городу Саратова. Когда я обратился к руководству комбината, почему нарушаются мои права, и согласно статье 74 Трудового кодекса меня не уведомляют за два месяца о том, что у меня изменяются условия труда, был получен ответ, что никакого нарушения трудового законодательства нет, и никакие условия труда у тебя не изменяются, так как твои функциональные обязанности как были, так и остались. Никто их менять не собирается. Но вместе с тем, устно мне было указание исполнять обязанности, которые раньше исполнял мой руководитель. На вопрос, будет ли это как-то отражаться на моей заработной плате, они сказали, что сокращение проводится на комбинате не для того, чтобы вам увеличивать заработную плату, а проходит оптимизация. Если тебе не нравится, то можешь увольняться. Соответственно, что я и сделал 9 июля. Такая же обстановка сложилась и со всеми другими трудовыми коллективами. Но мой вопрос также руководства, а как же с другими сотрудниками, говорят, никакого сокращения нет, приказа о сокращении или об изменении оргштатных изменений официально никого нет, и люди сами уходят по собственному желанию. То есть их функциональные обязанности не меняются. Хотя объем работы у них вырос, и насколько мне известно, сейчас в настоящее время некоторые сотрудники работают, нарушая всякие нормы правил, санитарных и других, превышает их количество отработанных часов, намного превышает установленные законом. Чтобы скрыть это, они выходят от других организаций, которые выполняют аутсорсинговые, так сказать, компании, они выходят от этих компаний и исполняют те же обязанности. Некоторые сотрудники, такие как, например, водители погрузчиков, у них иногда бывает работа по двое суток, не выходя с завода. Поэтому прошу вас разобраться в сложившейся ситуации, так как обращения в Государственную инспекцию труда мои предыдущие никакого результата не дали. Спасибо за понимание.